С вами Николай Пивненко в проекте Даты. Сегодня 21 ноября. Всемирный день телевидения. Провозгласила его Генеральная Ассамблея ООН в 1998 году воззнаменование даты проведения Первого мирового телевизионного форума. Хотя сам праздник отмечается недавно, история телевидения началась почти 100 лет назад. Первые эксперименты с использованием электронных лучей для передачи и приема изображения проводились еще в начале 20-х годов прошлого столетия. В 1933 году американский инженер российского происхождения Владимир Зворыкин изобрел кинескоп, который до сих пор является главной частью многих телевизоров. Также сегодня отмечается Всемирный день приветствий. Этот необычный праздник появился в 1973 году, когда в разгар холодной войны американцы Брайан и Майкл Маккорман из штата Небраска в знак протеста против усиления международной напряженности решили отправить письма с радушными приветствиями во все концы мира и попросили адресата просто поприветствовать кого-нибудь еще. Официально в России дня бухгалтера нет, однако большинство бухгалтеров традиционно отмечает этот праздник именно сегодня, 21 ноября, в день, когда президент страны Борис Ельцин в 1996 году подписал закон о бухгалтерском учете. Кстати, 21 ноября отмечается еще и день работника налоговых органов Российской Федерации. Ну а теперь о родившихся в этот день. 1694 год в этот мир приходит Вольтер, французский писатель и философ-просветитель. Франсуа Мари Аруэ, настоящий имя гения, рождается в семье судьи, который выбирает для сына судьбу юриста, однако тот предпочел литературу. Отучившись в иезуитском колледже, он забрасывает право и начинает свою литературную деятельность. На пути было все, и падение, и удачи, но его главный бог – философия. Русская императрица прислала как-то писателю шкатулку из слоновой кости, которую выточила самостоятельно. Вольтер же, взяв несколько уроков у племянницы, присылает Екатерине II в ответ пару шелковых чулок. К посылке он прикладывает стихи, в которых говорится, что, получив от нее мужскую работу, сделанную женщиной, он просит ее величество принять женскую работу, сделанную мужскими руками. Ну и еще одна вольтеровская история. У него как-то спросили про отношения с богом. Вольтер спокойно ответил, что они здороваются, но не разговаривают. 1902 год. Михаил Суслов приходит в этот мир, член полетбюро ЦК КПСС, главный идеолог страны или просто серый кардинал Советского Союза с 60-х годов, фактически до самого заката страны. 1918 год. В этот мир приходит Михаил Глузский, российский актер, народный артист СССР. Был одно время секретарем правления Союза кинематографистов, руководил комиссией ветеранов кино в Союзе кинематографистов и руководил при этом еще двумя мастерскими на актерском отделении в ГИК и выпустил два курса – таджикский и русский. 1920 год. В этот мир приходит Ян Фрэнкель, композитор, народный артист РСФСР. Музыка к драматическим спектаклям, кинофильмам, ну и, конечно же, песни, которые звучат и по сей день. «Калина красная», «Русское поле», «Журавли» для тебя. В 1965 году рождается Бьорк или Бьорк Гудмонт Соттотир – исландская певица. Свою первую пластинку она записывает в возрасте 11 лет. Потом было участие в нескольких группах, а с 1993 она выступает в сольной. Каждый ее новый альбом становится событием в мире музыки. Ну а теперь о других событиях этого дня. В 1699 году в селе Преображенском под Москвой между Петром I и Польским королем, великим князем литовским саксонским курфюрстом Августом II, заключен Преображенский союзный договор о координации военных действий против Швеции и о последующем разделе завоеваний. На его основе Россия вступает в Северную войну. Целью уже было создание так называемого Северного союза, который направлен против шведского короля Карла XII, в который были бы объединены Россия, Дания и Саксония. Проходит два месяца после подписания договора и саксонцы вторжением в прибалтийские земли Швеции начинают Великую Северную войну. 1783 год. Франсуа Пилатер де Розье и маркист Дарланд совершают первый полет на воздушном шаре братьев Монгольфье. В 13 часов 45 минут они поднимаются в воздух на 15-метровом шаре из сада замка Лямюэт в Булонском лесу. Первые аэронавты проводят в небе 25 минут и, пролетев над всем Парижем, приземляются в Бюток-Хай в 8,5 километрах от точки старта. Максимальная высота полета была предположительно чуть более 450 метров. 1871 год. Изобретение Томаса Мэдисоном фонографа. Это первый прибор для записи и воспроизведения звука. Он записывается на носители в форме дорожки, глубина которой пропорциональна громкости звука. Сама дорожка фонографа размещается по цилиндрической спирали на сменном вращающемся барабане. При воспроизведении игла, двигающаяся по канавке, передает колебания на упругую мембрану, которая, собственно говоря, и излучает звук. Изобретение стало поразительным событием того времени. Дальнейшим развитием фонографа стали граммофон, патефон, ну а потом уже проигрыватель и многое-многое другое. 1905 год. Московский городской совет или высший орган государственной власти в Москве с 1917 по 1993 годы появляется в Советской России. Это предшественник нынешней Мосгордумы. История совета ведется именно с этого дня, когда в 1905 году большевики и меньшевики эсеры собираются на заседания. Городские советы рабочих депутатов были созданы в Петербурге и Москве. При них начинают работать органы печати, например, газеты «Известия». Устанавливавшие контроль над железными дорогами, промышленными и бытовыми предприятиями, охраняемые дружинниками, народной милицией, советы того времени воплощали народную мечту о государстве, прежде всего без чиновников и, главное, опирались и на финансовую поддержку народа. 170 депутатов представляли 80 тысяч рабочих, 184 фабрики и завода. 1990 год. На аукционе Кристи в Лондоне скрипка Страдивари 1729 года, известная как Крейцер, продается за 1 572 850 долларов. Имена продавца и покупателя скрипки не разглашаются. Этот мировой рекорд цены на музыкальные инструменты до сих пор не побит. Ну и последнее. 1991 год. Покончила с собой поэтесса Юлия Друнина. Решение добровольно уйти из жизни было хорошо продумано и последовательно приготовлено. Перед смертью она пишет письма дочери, зятю, внучке, подруге Виолетте, редактору своей новой рукописи, в милицию «Союз писателей». Ни в чем никого не винила. На входной двери дачи, где в гараже она отравилась выхлопными газами автомобиля, приняв снотворное, оставила записку. Андрюша, не пугайся, вызови милицию и вскройте гараж. Все учла, все предугадала. Нет, жизнь свою отдать не страшно. Но что изменится, скажи. Стоит почти столетие башня. На реках крови, море, лжи. С вами был Николай Пивненко в проекте «Дата». Субтитры создавал DimaTorzok